МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из приюта с побоями. Сразу я не увидел синяков на лице. А когда уже выходил с ней, за ручкой ее держал, она на меня голову подняла, я сразу увидел, что у нее пятерни на лице. Смогут ли родители отстоять права пятилетней девочки? Едва не устроил экологическое бедствие. Вместо соляного раствора на дорогах Нижнекамска были обнаружены нефтяные отходы. Бывшему управленцу придется ответить за яд на дорогах. Срочная вакцинация. Заболевание протекает достаточно тяжело. Стоит ли делать прививку и чем опасен полиамилит? Непонятные металлические конструкции. Замена всех знаков полностью на новые знаки «Евростандарт». Что изменится на дорогах Нижнекамска? Решили проблему. Как управляющая компания облегчила жизнь семье Кузнецовых? С роботами на «ты». Мне нравится оживлять этих роботов. В детском саду воспитывают конструкторов. Чувство юмора – путь к успеху. Там всегда очень хорошее настроение. Все тебе аплодируют. Я не знаю, жмут руки. Все мы друг другу стали друзьями, одной семьей. Нижнекамских студентов учат шутить. Возвращение звезды. Мне нравится, как он поет, как он держится на сцене. Участники проекта «Звезда караоке» готовы побороться за путевку в финал. Обладатели Кубка Гагарина в Нижнекамске. Чем закончилось противостояние нефтехимика и СКА. В эфире НТР в студии Яна Чупахина. Здравствуйте. Я и мои коллеги подведем итоги этого дня. В социальном приюте «Балкыш» избили ребенка. С таким сообщением к нам обратился отец пятилетней девочки. С заявлением и доказательствами он ходил и в полицию. Однако это уголовное дело уже четыре раза приостанавливали. Репортаж Алсу Юматовой. Сейчас Виктории 5 лет. Детский сад девочка не посещает. Плохо идет на контакт. Чтобы хоть как-то разговаривать с Викой, нам понадобилось немало усилий. Вика, это моя кошка. Она живет у меня дома, красивая. А ты хочешь кошку? А как бы ты ее назвала? В ответ молчание. Отец девочки Александр говорит, что Вика замкнулась в себе после происшествия, произошедшего год назад в центре «Балкыш». Многодетная семья была вынуждена обратиться туда за помощью, поскольку оба родителя работают посменно, иногда приходилось оставлять дочь в центре, написав предварительно соответствующее заявление. Но пребывание там Вике продлилось недолго. Сразу я не увидел синяков на лице. А когда вот уже выходил с ней, за ручку ее держала, она на меня голову подняла, я сразу увидел то, что у нее вот пятерни вот такие на лице. Прям следы были от пальцев рук. Я сразу ребенку спрашиваю, я говорю, что случилось, кто это? Ну, она говорит, мол, это Людмила Леонидовна. Я говорю, а кто это такая? Воспитанница, говорит, наша. Но я сразу ни слова не говоря, я не стал туда в садик заходить, разбираться, кто за что и почему. Я сразу поехал в травмпук снимать побои. Вот. Там она тоже врачам рассказала, они у нее тоже спрашивают, кто это тебя там стукнул там. Тоже самое, что мне рассказала она им, что она ее завела в туалет, то, что она не хотела спать. И сбил ее. После того, как Александр зафиксировал побои, он обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело. И начались преследования со стороны сотрудников Балкыша, говорит Александр. Воспитательница бегала за моей супругой, предлагала деньги. Давайте ему, говорит, до греха к делу не доводите. Так она прямо сказала. Ей. Давайте я вам денег дам. И, говорит, заявление заберете. Не надо никакого суда, не надо никаких проблем. После этого нам начали угрожать. Вот с этого садика, их администрация, приезжали прям домой, угрожали. И мы, говорит, используем все свои связи. У нас есть связи. Мы сделаем все, что угодно. Да мы у нас детей заберем. Ну, так вот. Морально-психологически давили. Тогда приютом Балкыша руководила резидент Жалолова. Сейчас она уже не работает. Не работает и воспитательница, которая, по словам Александра, избила его дочь. Нынешняя руководство Балкыша от комментариев отказалась. Было при том директоре. Я не считаю, что я имею право на то, чтобы комментировать то, что было при предыдущем директоре происходило. В управлении внутренних дел Нижнекамск уже четыре раза приостанавливали это уголовное дело. Следователи считают, что обвинение не может строиться на показаниях пятилетней девочки. Между тем, семья самой пострадавшей сейчас намерена обращаться к генеральному прокуратуру, а также писать соответствующие письма уполномоченному по правам ребенка республики. Также соответствующее письмо будет направлено и Павлу Астахову. Разобраться в этом непростом деле семье Салиевых помогает адвокат Курбан Уденазаров. Специалист с многолетним стажем не понимает, на каком основании это дело приостанавливают. Не понимают и в прокуратуре, ведь у родителей Вики есть вся доказательная база. Все материалы подтверждают, что имеется подозреваемый, ему необходимо предъявить обвинение, но по каким-то необъективным, похожим причинам, как прокуратура пишет, незаконным постановлением. Дело приостанавливается за отсутствием, называется, висяк, неизвестное лицо, неизвестные лица совершили преступление. И до сих пор год прошел, никто не знает, кто же это сделал. По словам адвоката, у следователей УВД своя версия, что ребенок, возможно, упал или подрался с кем-то из сверстников. Однако, отец девочки верит Виктории и готов идти до конца. Я свою семью в обиду не дам. Буду идти до конца. Мы будем следить за этой историей. Алсу и Матова, Евгений Лызаев, Новости НТР. Вместо соляного раствора обрабатывал дороги нефтепродуктами. Под домашним арестом сейчас находится директор комплексного предприятия по благоустройству Нижнекамска Ниязгари Фуллин. Во время его руководства дороги в городе обрабатывались ядовитым раствором, представляющим опасность для экологии. С подробностями моя коллега Аделия Сиразова. Лилия Галимзянова в сфере благоустройства города работает давно. Рассказывает, готовятся к гололеду коммунальщики теперь иначе. Если раньше антигололедный раствор предприятие заказывало в различных организациях, то теперь они изготавливают его сами. У нас есть два противогололедных ингредиента. Это песко-соляная смесь и соль-вода, которая изготавливается здесь у нас на базах. Это обыкновенный песок чистый, где с добавлением соли. Соль техническая идет пропорционально 1 к 9. То есть 1 часть соли, 9 писта. Это все экологически достаточно чистое. Однако то, что обнаружили сотрудники МВД на дорогах города в 2014 году, было не просто экологически нечистым, а ядовитым веществом. Вместо соляного раствора на дорогах Нижнекамска были обнаружены нефтяные отходы. По результатам экспертизы Роспотребнадзора им присвоен второй, то есть высокий класс опасности. По материалам следствия, эти ядовитые вещества принадлежат Альметьевской нефтяной компании «Шишма-Ойл». Их должны были утилизировать в Москве, однако по каким-то причинам они оказались на дорогах Нижнекамска. Оказалось, что решение обработать дороги нефтяными отходами принадлежит директору предприятия по благоустройству города Ниязу Гарифулину. Он приобрел эти отходы бесплатно, а деньги более 300 тысяч рублей, которые выделил муниципальный бюджет, присвоил себе. Так считает следствие. Чтобы скрыть несоответствие в документах, предприятие Гарифулина заключилось ООО «Трансзнакстройсервис» фиктивный договор на поставку 1376 кубометров водно-соляного раствора. Надо сказать, что растворы для обработки дорог никто не проверяет. Процедура полностью лежала на предприятии Гарифулина. Следственные мероприятия ведутся уже на протяжении трех месяцев и пока продолжаются. А Гарифулина Нижнекамский городской суд поместил под домашний арест. Ему предъявлено обвинение по двум статьям – в растрате и оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Комментировать эту ситуацию в Следственном комитете отказываются, однако мы будем следить за развитием событий. А далее сразу вы Максим Липин, Евгений Лызаев. Новости НТР. Срочно пройти вакцинацию от полиомелита советуют нижнекамские врачи. Последствия страшны – инвалидность или смерть. Привиться приглашают детей до 14 лет. Тех, кто до сих пор не получил прививку от этого грозного заболевания – около 360 человек. Лариса Хусаинова, что такое полиомелит, знает хорошо. Во времена ее детства это было очень распространенное заболевание. Начиналось оно, как обычная простуда, но потом приводило к тяжелым параличам. Нередкостью были летальные случаи, а те, кто выжил, как правило, становились инвалидами. Они хромали, у них нарушено было движение. Заболевание протекает достаточно тяжело для больного. Восстановление происходит, если проживаны 3 четвертые части нервных клеток, в принципе, практически восстановлению функций организма после заболевания уже, надеяться, нельзя. То есть полностью функции организма утрачены. Человек становится глубоким инвалидом, а речь идет, запомните, о детях. По словам эпидемиологов, победить болезнь смогли при помощи прививок. Это единственный способ защититься от этого вируса. Именно благодаря вакцинации в нашей стране сейчас нет случаев полиомелита. Совсем другая история – Украина. Там в этом году опасное заболевание диагностировали у двух детей. Россия объявила себя страной свободной от полиомелита еще в 2002 году. Но вокруг нас этот вирус активно циркулирует, и не только на Украине. В 2010 году вспышка полиомелита была в Таджикистане. Тогда она унесла жизни 26 человек, при том как детей, так и взрослых. Дети и взрослые, заболевшие в Таджикистане, не были привиты от полиомелита. Та же история и в случае Украины. В России эта вакцина входит в календарь прививок. Правда, сейчас, прежде чем сделать ее ребенку, необходимо письменное согласие родителей. А вот дают его не все. Только в Нижнекамске больше 360 детей никогда не прививались от полиомелита. Полиомелитная вакцина, она одна из самых безопасных вакцин. То есть она, во-первых, достаточно безболезненная. Потому что вакцинация проводится за час. В ротик ребенка закапываются 4 капельки вакцины. По словам врачей, сейчас как раз то время, когда свое решение нужно пересмотреть и прививку ребенку сделать. Украина от нас недалеко. Вирус может прийти и к нам. В связи с этим сейчас в больницах проводится срочная вакцинация. Я считаю, нужно. У меня тоже как бы антитела вводятся. Если даже ребенок заболеет, легче переболеет. У меня третий ребенок, я уже не отчего не отказывался. Для получения прививки нужно обратиться к участковому педиатру. Евгения Корбакова, Ринат Харасов, Новости НТР. Огромные металлические конструкции появились на дорогах Нижнекамска. Возители предполагают, что на них установят видеокамеры для фиксации нарушений. Другие думают, что это нужно для дополнительного освещения. Для чего на самом деле, выяснил наш корреспондент. Высокие металлические конструкции на улице Мира появились не так давно. Установили их с целью повышения безопасности дорожного движения. На днях на них появятся оптические устройства ярко-оранжевого цвета, которые и зимой, и летом, и ночью, и днем будут постоянно мигать и привлекать внимание водителей к зебре. И это еще не все. Замена всех знаков полностью на новые знаки, евростандарт, неровности мы делаем на всех полностью. Меняем все стойки от знаков полностью. И ставим консоль. Вы видите эту консоль. То есть там будет Т-7, светофор, пешеходный переход. Он будет постоянно моргать, то есть предупреждать водителей. В рамках республиканской программы в этом году благоустроят 9 пешеходных переходов. Совместно с ГИБДД выбрали наиболее опасные участки, где расположены детские сады и школы. В список вошли зебры на улицах Чулман, Вахитова, Корабельная, Бызова, Мурадьяна, 30 лет победы, юности. Также пешеходки на проспектах Мира и Химиков. На каждый объект в среднем будет потрачено около миллиона рублей. Завершить работу планируют до 20 октября. Кстати, в рамках этой же программы уже полностью заменили светофоры на перекрестке улиц Сьюмбике и Чулман. Раньше они здесь постоянно ломались. Сейчас, уверяют коммунальщики, таких проблем не будет. Что касается оранжевых мини-светофоров, то мнения водителей о их пользе разделились. Какая оранжевая, что есть, что нет. Если освещения как такового нет, то от него толку мало будет. Если кто-то летел, он так и полетит дальше. Кто ехал потихоньку, он так и остановится. Конечно, можно. Почему бы и нет? Маленькие дети бегают везде. Вы думаете, водители будут обращать на это внимание? Все равно нужно на каком-то расстоянии привлекать внимание водителей. Будет осторожнее намного. Установка таких дополнительных светофоров – это лишь часть мер по повышению безопасности дорожного движения. В ближайшем будущем на дорогах Нижнекамска появится еще одно новшество. В скором времени опасные зебры, где происходят чаще всего наезды на пешеходов, будут освещаться. Сделают это в рамках проекта «10 идей», которые выбрали сами нижнекамцев. Как именно они будут освещаться сверху или снизу, пока точно неизвестно. Проект обсуждается. Но сам факт того, что это сделает, радует как пешеходов, так и водителей. Айгулли Блонская, Максим Липин. Новости НТР. В Нижнекамске, как и по всей республике, продолжается акция «Пешеходный переход», в рамках которой сотрудники ГИБДД будут усиленно дежурить вблизи переходов и обеспечивать безопасность дорожного движения. Данная операция продлится до 10 октября. Те водители, которые не будут предоставить преимущество пешеходам на пешеходном переходе, будут подвергнуты административному наказанию в виде штрафа в размере 1500 рублей. Особое внимание будет уделяться и пешеходам, нарушающим правила дорожного движения. Для таких пешеходов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей. Обещали и сделали. Проблема семьи Кузнецовых после выхода сюжета на канале НТР разрешилась. Напомним, в доме по адресу Чулман, 8, не было надлежащего пандуса. Пенсионерка на протяжении целого года не могла вывезти мужа-колясочника на прогулку. Управляющая компания наконец все исправила. За свой счет они установили правильный пандус широкий и с порочными с двух сторон. Также к двери положили решетку под наклоном, чтобы женщина без проблем могла спустить инвалидное кресло. Теперь Кузнецовы каждый день в любую погоду выходят на свежий воздух. Я благодарна, во-первых, телекомпании НТР+, в первую очередь, а во-вторую, директору нашей управляющей компании ЖКХ-9 и его главному инженеру Ахмедшину и Хайрулину. Спасибо большое, что помогли, проследили, не оставили нас в доме. Их можно собрать, поиграть и даже оживить. Первороботы поселились в детском саду номер 91. Юные конструкторы, играя, учатся основам программирования и не только. Наталья Лушникова подробнее. Даже самое обычное лего – одна из любимых детских игрушек. Поэтому вполне понятен восторг воспитанников 91-го сада. Ведь с прошлого года они могут не только поиграть, но и собственными руками создать лего-роботов. Вертящийся волчок, кусающий за палец крокодила, еще 13 всевозможных роботов оживают в руках юных конструкторов. Такая игрушка позволяет воплотить в жизнь практически любые технические задумки детей. Здесь сейчас пойдет инструкция по созданию вашего робота. Давайте ее пролистаем. Создавая умные игрушки, ребята учатся работать с современным цифровым оборудованием. Осваивают конструирование, моделирование, пишут компьютерную программу управления. Для сегодняшних продвинутых дошколят это совсем не сложно. Дети очень ждут этих занятий, потому что это необычное лего. Такого у них дома нет. И в других садах, как вы знаете, в городе нет, только у нас такие роботы находятся. Это роботы стартовые, они для начальных классов, но мы их адаптировали именно для дошкольного возраста. Мне нравится собирать, программировать. Еще мне нравится оживлять этих роботов. У меня там дома простой лего, а здесь можно собирать на компьютере. Я на компьютере делаю полянку, а на прошлом году мы делали зоопарк. Игры с первороботами не только развивают технические навыки. Работая в паре, будущие первоклассники учатся выстраивать отношения со сверстниками. Даже два дня в неделю проведенные в обстановке игры, эксперимента и успеха помогут развивать в малышах креативное мышление, уверены педагоги. Ведь все это время ребенок учится думать. Наталья Лушникова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Научиться шутить – дело непростое. Уже 10 лет Нижнекамская школа веселых и находчивых проводит своеобразные обучающие сборы, где продвинутые КВНщики делятся своим опытом. В этот раз лекции по юмору перед аудиторией 60 человек читали ребята, принимавшие участие в проекте Comedy Battle. Игрок Химки Лейкес проходит штрафную линию, собирается сделать бросок, но черный мужик из рекламы антиперспиранта блокирует удар. Буквально недавно эти ребята сделали свои первые КВНовские шаги. Сегодня их шутки оценили столичные мастера юмора. Полуфинал популярного проекта Comedy Battle для простых нижнекамских парней – большая победа. Там всегда очень хорошее настроение, все тебе аплодируют, жмут руки. Все мы друг другу стали друзьями, одной семьей. Это очень круто. Мы и помогаем друг другу шутки писать. Все мы как друзья, как одна семья. О своем опыте работы на большой сцене Марат с удовольствием рассказывает ребятам, решившим пройти школу КВН. А еще делятся секретами и маленькими хитростями. Слушатели ловят каждое слово. Мы их всех уважаем, мы берем с них пример. Мы стараемся быть такими же, как и они. Мы тоже пишем шутки. И получается у нас тоже более-менее. Многие ученики школы КВН признаются, что идут в клуб за популярностью, поклонниками и заработком. Но главная цель, говорят они, саморазвитие. Даже если ты какие-то шутки придумываешь в команде, ты в любой компании сможешь пошутить. Опять же, вливаешься в любую компанию. Мне нравится веселить, мне нравится смешить и смеяться. В Нижнекамской школе КВН уже больше 10 лет. И создана она для всех желающих. Независимо от наличия актерского таланта и опыта выступления на сцене. Организаторы уверены, умение шутить в жизни вещь незаменимая. Кто-то идет дальше по линии юмора, кто-то ведущими становится, на телевидении кто-то работает. Даже те, кто работает на заводах, не остаются где-то в стороне, принимают активное участие в общественной жизни. И мы счастливы! Более 40 конкурсантов примут участие в полуфинале телепроекта НТР «Звезда караоке». После летнего перерыва зрители вновь смогут увидеть на экране полюбившихся исполнителей. Все организационные моменты обсудили в Доме культуры на Красном ключе. Вадим Струминский продолжит. Отдохнувшие и готовые удивлять. Так говорят про себя полуфиналисты третьего сезона телеконкурса НТР «Звезда караоке». Уже скоро участникам предстоит побороться за путевку в финал проекта. Событие ответственное, поэтому и готовиться к нему нужно заранее. На специальном собрании вокалисты и организаторский состав обсудили рабочие моменты. У меня сложилось мнение, что мы не должны такие жесткие требования делать так, что это окончательный уже вокалист, который уже готов выйти завтра на сцену. Нет, это очередной этап для них развития именно по вокалу, по сценическому мастерству, по тому, как они чувствуют микрофон, аппаратуру, прежде всего зрители. Если они почувствуют зрителя, значит у них есть жилка вокалиста и есть им куда стремиться. Главное отличие полуфиналов этого сезона – новый формат. Теперь участники переместятся из маленьких залов на большую сцену. Покажут свои вокальные данные представители категории «Дети», «Профессионалы», «Любители» и «Мастерс». Еще одно нововведение – «Наставник», который теперь закреплен за каждым участником. Кого вы выбрали? Олега Корнилова. Почему? Ну, Олега я, скажем так, не то что знаю, но много о нем слышал, слышал, как он поет. Доступ к технической базе – это очень важно в любой момент, в любое время. Вы выбрали Раэлька Хаметова в «Наставнике». Почему вы сделали такой выбор? Мне нравится, как он поет, как он держится на сцене. И мне бы хотелось бы с ним поработать. Также конкурсанты выбрали по три композиции. Та, которая получится лучше и прозвучит со сцены во время концерта. Есть такой фильм «Стеряги», там есть песня «Дай мне эту ночь». Ее пели еще «Браво». Вот, это одна песня. Вторая песня – это песня «Муслим Магомай, дай музыку». Ее еще пели много этих исполнителей. Рената Брагимов ее пел. Полуфинал телепроекта – это уже хорошее достижение. Но, конечно же, каждый из исполнителей мечтает о финале. Кто сможет приблизиться на шаг к своей цели, совсем скоро узнаем. Съемки полуфиналов среди детей и профессионалов пройдут уже на следующей неделе. Затем программы выйдут в эфир. Вадим Струминский, Евгений Лызаев, Новости НТР. Продолжит эфир новости спорта и программа на татарском языке. Напомню, что позвонить нам можно по телефону 077 или написать на сайте ntrtv.ru. Всего вам доброго, до свидания. Распродажа в раз. На все кожаные куртки скидка до 70%. Принеси старую куртку и получи скидку на новую. Большое поступление мутоновых шуб. Всем подарки. А раз. Химиков один. Магазин низких цен. Стройландия. Смеситель Виладжо для раковины 599 рублей. Для ванной 999 рублей. Для кухни 499 рублей. Город Нижнекамск. Корабельная 44. На телеканале НДР обзор спортивных новостей. В студии Кирилл Довкая. Здравствуйте. Хигейсты нефтехимика приняли на своем льду действующего чемпиона. Команду Sky из Санкт-Петербурга. К этому матчу армейцы подошли с 24 очками в активе. Нефтехимик, находясь в соседней конференции, имел на 3 очка больше. Это не означало, что нижнекамцы выходили на лед в качестве фаворита. Все-таки гости это действующие обладатели Кубка Гагарина. Обзор матча у Александра Комарова. Титулованный соперник с первых секунд показал, что он хочет добыть победу. 13 бросков в первом периоде по нашим воротам это подтверждали. Врата нефтехимик Александр Судницын пытался рушить планы питерцев. 12 раз голкипер оставлял свои ворота без их взятия. Но после удара Ковальчука, который сомкнул Антон Бурдасов, шайба коварным образом залетела в ворота нижнекамцев. Вторая 20-ти минутка началась под диктовку хозяев. Сначала была незасчитана шайба в ворота СКА. Ну а спустя 3 минуты после начала второго периода Игорь Полыгалов при помощи Егора Миловзорова сравнивает счет. Если на гостевой трибуне было замечено только два армейских болельщика, то вот на самом стадионе их было гораздо больше. Это было заметно после того, как Илья Ковальчук забросил вторую шайбу. Случилось это в третьем периоде. Илья Ковальчук, номер 17. Но эти овации ничто по сравнению с тем, как радуются нижнекамцы шайбам не психимика. Хозяева вновь сравняли счет. Спустя некоторое время гости, благодаря игроку сборной Додонову, вырываются вперед. И только за пару минут до конца финальной сирены Александр Китаров забрасывает третью шайбу и переводит игру в овертайм. Хороший был бросок там. До синей линии, до красной линии пришлось тащить шайбу. Там ее подобрал, бросил. Получился гол. Дополнительное время победителя не выявило. А в серии после матчевых буллитов нижнекамцы из четырех бросков не забили ни один. А вот СКА все-таки удалось пробить Судницына. Уже потом на пресс-конференции тренер нижнекамцев скажет, что буллиты надо тренировать. А вот игру голкипера оценивает положительно. Сашка играет, конечно. Просто он один сейчас, и ему тяжело, так сказать. Мы довольно много пропускаем бросков все-таки, да. Поэтому ему не бросать приходится. Готовились к матчу. Знали, что нефтехимик хорошо играет в последние игры. Уже борются за четверку. У нас в этой поездке не все получалось. Попросил ребят сегодня сыграть просто. Ну и, на мой взгляд, получилось играть просто и бросить. Около 50 бросков сделать. На мой взгляд, задачу выполнили. Ну, булиты. Это уже все-таки повезет. Но даже эта победа не позволила СКА обойти нижнекамцев в общей турнирной таблице. А нефтехимик, благодаря заработанному балу, поднялся на строчку выше восточной конференции. Александр Комаров, Рафаэр Ракипов, Новости НТР. Сейчас турнирное положение следующее. Теперь нижнекамцы по результатам 18 игр занимают шестую строчку восточной конференции. У них 28 очков. СКА на восьмой строчке таблицы Запада. Завтра нефтехимик на своем льду примет Рижская Динамо. Старт матча в 19.00. Еще один чемпион. На этот раз Эмхайловский прибыл в Нижнекамск. Действующий обладатель Кубка Харламова Нижегородская Чайка провела матч против Нижнекамского реактора. Подробности в следующем материале. Мы здесь, и нам нужна победа! Нижнекамский должен победить! Команды начали довольно бодро. Игра то и дело проходила то у одних ворот, то у других. Чайка, как лидер турнирной таблицы, соперник для наших ребят неудобный. Но, несмотря на это, нижнекамцы атаковали ворота гостей. Галки при Чайке был неприступен. Первое взятие на свой счет записали нижегородцы. На пятой минуте прострел завершился забитой шайбой. Чайка вырывается вперед. Далее команды зарабатывают по одному удалению. Но на результат первого периода это никак не повлияло. Во втором периоде гости продолжили удаляться. А игроки реактора все никак не могли этим воспользоваться. А как известно, не забиваешь ты, забьют тебе. За пять минут до завершения отрезка гостей увеличили свое преимущество. Начало третьего периода. И реактор наконец-то смог воспользоваться большинством. Рафаэль Бекмулин с передачи Камилев и Залзианова отправляет ворота соперника в шайбу. Счет становится 1-2. До завершения матча 10 минут. Галки при Чайке еще несколько раз спасают свои ворота. За пару минут до финальной сирены гости входят в нашу зону и удачно завершают контратаку. Итог 3-1 в пользу Чайки. Наш 97-й против лучших игроков. Там Чайки 96-95 год. Сложные. В основном претензий нет. Лидеры, те, кто должны быть лидерами, по возрасту должны быть, будем говорить, так лидерами. Пока ими не являются очень-очень далеко. Мало того, они привозят себе галки. Очень много. Чайка использовал ошибки. Мастерства хватает. Две-три ошибки они решили вопрос. Забили один, второй. Сейчас надо было пытаться туда, но видите, какая ситуация. Так сложилось. Чайка всем сильнее оказалась. Чайка по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Реактор занимает 11-ю строчку Востока. Подопечный Соколова по результатам 7 сыгранных матчей имеет в своем активе 9 очков. У Чайки 24 очка за 9 игр. Сегодня команды снова встретятся на Нижнекамском льду. Начало встречи в 6 вечера. Вход свободный. В Нижнекамске завершилось первенство Татарстана по баскетболу среди юношей и девушек 2001 года рождения. В соревнованиях, которые длились 4 дня, приняли участие 12 команд. 7 мужских и 5 женских. Девушки играли по круговой системе. Юноши крест-накрест. По итогам турнира Нижнекамские юноши в полуфинале уступили спортсменам из Автограда, баскетболистам Набережных Челнов и заняли второе место. Представительницы прекрасного пола также в игре со спортсменками Казанского уникса стали вторыми. С 8 по 11 октября наши юноши примут участие в первенстве Татарстана среди команд 2002 года рождения. Соревнования пройдут в Набережных Челнах. На сегодня у меня все. Далее смотрите в эфире НТР прогноз погоды и программа НЛКлар. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Субтитры предоставил DimaTorzok Погода в Нижнекамске на 7 октября. Ночью плюс 1 градус. Утром плюс 2 градуса. Пасмурно. Днем плюс 4 градуса. Пасмурно. Небольшой дождь. Вечером плюс 2 градуса. Облачно. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 4 метра в секунду. Влажность воздуха 65%. Ветер северный 4 метра в секунду. Ветер северный 5 метров. 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 Субтитры создавал DimaTorzok